Девушки отдыхают 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 Или там, где ты положил. И сын, уже подросший тоже. Мама, где второй носок? А там, где папа. И мужчины все время подозревают, что от них кто-то прячет эти носки, да? Чулков. То есть вы чувствуете, какая будет горячая дискуссия, потому что даже психолог выступает на данный момент просто как женщина. Наталья Холоденко, практикующий психолог и психоаналитик с истежем 13 лет. Одружина, выховывает дворечного сына. Как автор десятков тренингов, Наталья известна и за кордоном. В частности, именно Наталья Холоденко, как консультующий психолог не только в телевизионном шоу каналу СТБ «Один за всех», а также на центральном телевидении Латвии и Грузии. Я напомню, что в одной из прошлых программ мы разбирали очень интересную тему, как женщины пилят мужчин. И вы можете посмотреть этот сюжет на нашем сайте добры.стб.юи. А сегодня, подчеркиваю, мы попробуем узнать, как справиться с причинами такого пиления. Не знаю даже, с чего начать. Наташа. Я думаю, что стоит начать с того, что есть какие-то отличия в восприятии порядка у мужчин и у женщин. Это факт. И есть отличия в каких-то привычках. То есть, например, на что обращает женщина внимание, мужчина может вообще не считать это важным. И вот по большому счету в этом-то и разница. То есть, Наташа, ты думаешь, если женщина начнет разбрасывать грязные носки под кровать, мужчина спокойно тренирует. Возможно, не заметит. Возможно. Дело в том, что мужчины, как правило, не замечают мелких деталей, они видят картину в целом. Именно поэтому они берут свои вещи, просто ногой заталкивают в шкаф, с виду ничего не лежит, ничего не раздражает, значит, порядок. И, понимаете, обычно, как в жизни происходит, женщины обсуждают проблемы мужчин без участия мужчин. Можете что-то сказать. Да, на самом деле, они все и без нас обсудили. Для чего нас пригласили? Ты понял, в первую очередь, чтобы мы со всем соглашались и кивались здесь? Мы, как мужчины, да, мы, как добытчики, всегда думали о том, как завалить мамонта, как отбиться там от врагов, как, собственно, ну, вот Францис знает, конечно, собрать дрова глобально со всего леса. Причем, судя по некоторым мужчинам, они до сих пор сидят и думают, как завалить мамонта. Да, и пока они собирают дрова, им о носках думать просто некогда. Да какие носки вообще? Вы знаете, что любой холостяк четко знает, где лежат чистые носки? В магазине. Да, вот это правильный ответ. Там без проблем с ними можно разобраться. Чтобы мы не подумали, что вредные мужские привычки с точки зрения женщин сосредоточены только на носках, мы спросили у наших зрительниц, что их раздражает, какие мужские мелкие привычки. Ответы собраны вот в эту волшебную коробочку. Я возьму, мне даже любопытно. Слушайте, но носки сегодня у нас, да, у нас какая-то ода будет носкам, потому что вот одна из зрительниц сказала, постоянно не помнит, куда бросил свои носки, ключи, телефон, и спрашивает это у меня, где оно все лежит. В носках. И вы знаете, я хочу сказать... Там же, где твои носки. Вот эти вот вопросы, они начинаются с какого-то определенного этапа семейной жизни. То есть не так, что только поженились, и на второй день он начинает терять носки. А связано это, как правило, с тем, что со временем мужчина пытается свою жену превратить в свою маму. То есть такой полный комфорт себе обеспечить. У меня немножко все по-другому, да. Мне кажется, что дело не в том, что мужчина через некоторое время начинает что-то терять. Он теряет это с первого же дня и постоянно спрашивает об этом. Проблема в том, как женщина или жена к этому относятся. Сначала она... Милый, да, конечно. Вот эта вот эйфория, да, послесвадебная. Вот, пожалуйста, телефончик. А, ты сумочку забыл еще. Пожалуйста. Носки. Конечно, нет... А потом, постепенно. Мне кажется, это просто накапливается. Хотя, честно скажу, что для своей любимой жены очень многое пришлось изменить. Не без боли, не без боя. Ну, например. Давайте конкретику. У меня привычка. Я захожу в дом. Вот у нас гладилочка стоит такая, да? И я сразу чух-чух-чух и все так разбросал по ней. И пошел. Жизнь удалась. Уже 6 лет мы женаты. Мне методично, постоянно напоминали о том, что вещи должны быть на полках, там, джинсы там-то, и так далее. Потом методичность стала более такой, более как-то угрожающей форме. И так далее, и так далее. И потом я понял, что, на самом деле, что мне стоит вот просто взять и положить эти вещи на место. Героический поступок вообще. Просто, понимаете? Один очень мудрый человек когда-то ответил. Вот приходит жена, говорит, я себе купила новое платье. Ты говоришь, а, да, здорово, поздравляю. И дальше занимаешься тем, чем надо. И все, вынос мозгов. Две минуты. Буквально. А ну, одень. Пройдись. Налево. Направо. Боже, как тебе хорошо. Две минуты. Зато потом сколько счастья. Потом целую неделю бросай вещи на гладильную доску. Понимаете, вот такие маленькие секреты, они помогают. Но это узнаешь спустя три, пять, шесть лет совместной супружеской жизни. Или прямо сейчас, когда вы смотрите программу «Все будет добро». Для этого и собрались. Я всегда говорю так, что если вас лично это раздражает, вот вы за этим и следите. То есть это ваша потребность, чтобы эти носки не валялись. Если мужчину это не раздражает, ну, это его по большому счету право. То есть убирает тот, кому это мешает. Очень часто женщины не задумываются, что они могут выделять мужчине неудобные полки в шкафу, неудобные там ящики в комоде. То есть себе они выбирают по центру, по росту. А мужчине где-нибудь там наверху. То есть Фрэнсис откровенно просто с высоты, так сказать, царских кровей сейчас. О чем вы тут говорите? Какие носки? Я вообще носки не надеваю. На самом деле, он потому и не женится, девочки. Якщо вас дратуют шкарпетки, додайте у своя житя что-то интересное, знайдите, возможно, хобби и вы забудете про эти шкарпетки. Дело в том, что, как правило, наскитывает не причина. Очень часто накапливается просто какое-то недовольство, раздражение. И вот эти вот как бы мелкие вещи, они становятся возможностью, поводом выразить ту агрессию, ту обиду, которая накопилась. Я думаю, что у нас есть и еще маленькие вредные привычки. Да, тут есть. Носит одно и то же и донашивает аж до грязного. Мы все так робим. Есть понятие вообще любимых вещей. Я замечаю это за собой куча вещей, но ты почему-то неделю-две одеваешь, ну там вот пока, как говорится, ты не о грязном, да. Пока смерть не разлучит нас. На самом деле для мужчин просто одежда не имеет такое большое значение, в чем они одеты, как для женщин. Как правило, механизм такой, где снял, там положил. То есть это чисто вопрос комфорта, вопрос удобства. Пришел, бросил и утром там же взял. И здесь я рекомендую женщинам иногда делать подмену. Просто положить на это место рубашечку, но вместе с этим действительно нужно разные техники применять в общении. То есть иногда что-то поменять, иногда уговором, иногда сказать, что ой, этот цвет рубашки подойдет под мое платье. На самом деле для мужчин просто одежда не имеет такое большое значение, в чем они одеты, как для женщин. У нас есть еще мелкие привычки, которые способны подпортить семейную жизнь. Если я что-то готовлю, постоянно таскают еду. Да, это про меня. Я таскаю постоянно еду, когда кто-то что-то готовит. Ты не похожа на мужчину. На самом деле, прежде всего, это наивысшая степень признания того, что эта еда вкусная. Это такая форма любви, проявление любви. Вы только сказали об этом, да, достали эту бумажку, я сразу почувствовал, что речь четко обо мне. И я вообще любитель. Вот подъезд, знаете, вот салат, и я сразу пытаюсь, притом, я не просто прибором это делаю, я пытаюсь это сделать руками. Это какая-то детская привычка, которая осталась еще с детства. Я придумала такой рецепт для наших женщин. Если вас действительно раздражает, что вы жарите блинчики, а их количество не растет, а только уменьшается, есть такая рекомендация, которую можно попробовать применить. Вы можете предложить им сделать какое-то полезное дело, помочь вам как-то. И они испарятся на минут 30 точно, чтобы вы их не озадачивали. Кстати, хороший совет. Вот на меня точно бы подействовал. Тоже с едой. Продолжаем тему. Есть прямо из кастрюли, не подогревая. Это просто ужасно. Это легко. А еще вот так открывает холодильник, там стоит кастрюля супа. Не вытаскивая. И не вытаскивая, как бы хороша форма, чтобы... Нет, но не вытаскивая это слишком. У Фрэнсис знает, что ли. Девчата, деякие продукты смачнейшие с холодильника. Холодная пицца с ранку. Это взагалі что-то фантастичное. Цими улюблими сніданок. А если это суп? Девлячись, який суп. Жаль, что нет Эктора. Он бы сейчас такое порассказал. Вот раз-два, и ты поел уже. Ты посуду не запачкал. Ты сыт. И в принципе никаких проблем нет. И все, что осталось в этой кастрюле, можно выливать уже, потому что это скиснет. Проблема-то в чем оказывается? Нас раздражает не поза около открытого холодильника с кастрюлей. А то, что прокиснет еда, и опять готовишься. Не, ну вот супчики я не хлебаю просто. Для меня это... Я считаю, что все остальное не испортится от этого. Да, что ты трогаешь, то не испортится, Тарас. Это святое. Это как такая особенная страва. Цикавая форма подачи. Еще и не псуется. Кстати, Тарас правильно подсказал ответ. Да, то, что я пробовал, это не киснет. Поэтому с такими штучками лучше шутить. Говорит, дорогой, я знаю, что когда ты пробуешь из общей кастрюли, ничего не изкиснет. Но вместе с этим, может быть, налить все-таки в тарелочку, или я тебя разогрею. Есть еще один выход, разливать тот же суп по маленьким плошечкам и заставлять все верно. Холодильник. Вкрываешь холодильник, а там такой стопарик в борщах. Да, то есть юмор это универсальное средство разрешения конфликтов. После еды ставит тарелку в раковину, только заливает водой, чтобы не мыть. Хорошо хоть заливает. Мой муж, вот это его привычка, он ставит посуду в раковину, заливает водой. А у нас есть посудомойка в течение вот уже последних, наверное, двух лет. Я говорю, пожалуйста, ставь посуду сразу в посудомойку. Ну не ставь в раковину. Он в полной уверенности перебывает, что он посуду моет. Когда-то я стала интересоваться, а в чем, собственно говоря, смысл, в чем смысл этого процесса? Я могу вам объяснить, в чем смысл, чтобы не засыхали остатки еды. Что такое? А мне кажется, если вот совсем уже так серьезно стоит проблема и прям вот и нет посудомоечной машины, и муж не хочет сам мыть, покупайте одноразовую посуду, она сейчас весь симпатична. Почему такая проблема с посудой существует? Для мужчины задача нарубить дров, принести воды. Особенно в городской квартире это очень важно. Вы понимаете, у мужчины в голове, значит, вода есть, тепло есть, зачем я, что еще должен делать? Все дела сделаны, хороший мужик лежит на диване и отдыхает. Наташа, ну ты же понимаешь, что здесь проблема не в этом. Его никто не просит ее мыть, но поставьте ее в посудомойку. Ну я два года умоляю, поставь в посудомойку. Еще тут проблема того, что мужчины более брезгливые вот к жирным вещам. Поэтому, если вы все-таки надеетесь на то, что вам удастся мужчину приучить мыть посуду, купите ему перчатки резиновые, чтобы он не брезговал, и купите ему из-таки щеточки с длинной ручкой, чтобы он вот так вот мог навыть его газ. Я знаю гораздо более кардинальные методы борьбы с подобными вещами. У нас есть подруга семьи, у нее очень простая техника была, она два раза научилась семью мыть посуду. Она приходит, полная гора, вот, собственно, посуды. Она позвала всех. Там муж, двое детей, достала посуду, вот так вот, как смогла, и просто грохнула это все по центру кухни. С тех пор посуда всегда милась. Тут надо все-таки прежде, чем делать шоковую терапию, подумать, не выльется ли это в еще больший конфликт. Хотя, в принципе, это допустимый метод. Если немного поболеет, делает из себя самого больного человека так, я тоже так и помечал, что некоторые мужчины стают очень слабыми, когда начинают хвориться. И мне кажется, что любимые женщины не должны обратиться на такую поведенку серьезной внимания. на самом деле, я четко понимаю, что вот даже если говорить о боли, о каких-то болезнях, у мужчины менее высокий болевой порог. Я дважды присутствовал во время появления своих сыновей. Я не уверен, пережил ли любой бы мужчина то, что переживает вот женщина в этот момент. Мне супруга всегда говорит, вот когда ты болеешь, ты все-то лежишь, пожалуйста, там, лечите меня и так далее и тому подобное. Она, ну, очень часто переносит это на ногах. Слушайте, ну вот есть действительно мужчины очень мнительные. Ипохондрики, да? Ипохондрики. Ипохондрики. Ипохондрики тоже бывают. Ипохондрики. Ипохондрики это люди, которые злоупотребляют болезни. То есть они могут ее себе надумать, поверить в нее и действительно заболеть уже по-настоящему. А, мужчины чаще бывают ипохондрики? Да, мужчины чаще. Я вам скажу почему. Потому что очень часто это форма манипуляции для того, чтобы получить дополнительное внимание. Возможно, это хорошо, что он не идет с другими женщинами дополучать эту любовь, тут надо и кнутом, и пряником. С одной стороны, можно там уделить это внимание и действительно задуматься про то, все ли в порядке в ваших отношениях, да? А с другой стороны, иногда сказать, ой, если бы ты выздоровел, пошли бы там с тобой куда-нибудь, куда он любит. То есть такую позитивную мотивацию. Или, да, жаль тебе сейчас нельзя там жареную утку, я бы тебе приготовила. Чтобы у него была мотивация выздоравливать. И можно в таких ситуациях поддержать, сказать, я вижу, как тебе плохо, ты молодец, что ты совершенно не ноешь. Чтобы он почувствовал, что вы его уважаете как мужчину не за то, что он ноет и сразу в маленького ребенка превращается, а за то, что он может перетерпеть, может сам справиться. То есть все-таки вот это очень важно поддерживать. Эти смертельные сопли. Давай еще чего-нибудь интересное достань. Не убирает волосы из раковины после бритья. Это про женщины или про мужчины? Чтобы убирать волосы из раковины, нужно вытратить всего несколько секунд. Это же просто лень. Если вы хотите действительно побороть эту привычку, скажем так, ну, как-то по-доброму, можно попробовать оставить какие-то вещи, которые явно будут раздражать мужчину. Ну, например, там спунжики после снятия макияжа. Просто их оставить рядом с этими волосами от бороды. Не продолжай список, я тебя прошу, потому что... Мы говорим, когда про спунжики, которые мы можем оставлять, это не специально на зло, а это показать, что я же о тебе забочусь, я же убираю, могу тоже это бросить и бросать неделю. Вопрос в том, что мужчинам-то тоже приятно, когда чисто. И мужчины очень часто еще более эпидантично относятся к чистоте, чем женщины. И женщина, которая чувствует себя уборщицей, она будет раздражаться и давать меньше мужчине какой-то заботы, внимания, теплоты, будет давать уже какие-то уколы, раздражения. То есть сам мужчина должен быть заинтересован в том, что если ты за этим следишь, большая часть моей энергии будет направлена на заботу о тебе, а не на раздражение. В итоге, у меня вопрос к мужчинам. Вам бы хотелось, чтобы женщина, с которой вы жили, ваша любимая, вообще не делала вам никаких замечаний? Просто делай, что ты хочешь. Не пыталась не то, что бороться, даже бы не замечала. Это же не возможно. Таких женщин не бывает. Поэтому он и не женат. Да, мы знаем, что Фрэнсис расстался с Леной Ресновой, и это все хорошо и мирно прошло, но приехал ко мне в гости сегодня Фрэнсис на машине Татьяны Денисовой. Я не знаю, про что вы говорите. Мы с Татьяной просто друзья. Есть ли рядом с тобой сейчас женщина? На данный момент земной человек. Мне кажется, что мужчина бы немножечко подзабрахлился. Женщина приносит в жизнь мужчины вот эту вот целесообразность, гармонию и определенную упорядоченность всего вокруг него. И еще вопрос о том, как говорить об этих мелких недостатках. Очень важно, да. Можно говорить об этом раздраженно, с позиции жертвы. Ты меня тут не уважаешь, я у вас тут Я что тебе уборщица? Рабыня, я что уборщица. Он может сказать, я что банкомат или я что тут слесарь, да. То есть все зависит от того, на каких это нотах звучит. А можно говорить, дорогой, я сегодня снова убирала твои волосы и мне приятно о тебе заботиться. И он понимает о том, что да, вы что-то для него сделали и для вас это не незамечено. И в следующий раз он оставит больше волос, чтобы тебе было еще приятнее. Вот на этой оптимистической ноте я хочу вам сказать спасибо большое, что были у меня в гостях и что были откровенны. Мы в очередной раз поняли, что главное это найти компромисс. И это верная дорога к любви и взаимопониманию в наших семьях. Спасибо. Спасибо.